Добро пожаловать! Автопарк скорой помощи пополнился двумя новыми авто. Салон автомобиля очень просторный, комфортный. Когда первый выезд на линию? Интернет-торгашество. Шкловчанин два раза переплатил за неоригинальную вещь. Судебные эксперты подтвердили, что вещь не является продукцией бренда. Вернул ли продавец деньги? Абсолютный результат. Одиннадцатиклассница из Бобруйска сорвала куш в 400 баллов. Я себе дала обещание, что буду всю жизнь учиться на одни десятки. В чем секрет успеха? А также проверка боеготовности, рост зарплат и юридическая помощь. 26 июня в стране пройдут бесплатные консультации для малообеспеченных. О чем можно спросить? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Диалог с российскими регионами. Александр Лукашенко встретился с губернатором Ленинградской области. Белорусский лидер отметил, особенность таких совещаний – эффективность. Поставленные задачи по товарообороту между двумя сторонами в миллиард долларов совсем скоро будут достигнуты. И сегодня речь об еще больших оборотах. С Ленинградской областью у нас всегда шел живой диалог. Есть много новых интересных проектов и идей. А традиционные направления сотрудничества буквально за год проросли целым рядом перспективных направлений. Во-первых, газификация. Мы знаем, что в Ленинградской области планируется строительство новых котельных, работающих на природном газе. Наша тема. Если такая будет необходимость, мы готовы подключиться к этому, я прямо скажу, глобальному проекту в Ленинградской области. И мы можем не только поставлять соответствующее оборудование, строить котельные, но и прокладывать магистральные газопроводы и подключать к домовладениям их. Беларусь на примере Ленинградской области может помочь России и с импортозамещением, прийти на место ушедших западных партнеров. Например, в поставках различных видов машиностроительной продукции, на чем сделал акцент Александр Лукашенко. Погнался за брендом. В шклове подросток переплатил за неоригинальную вещь в два раза. 16-летний юноша решил приобрести брендовую толстовку и связался с продавцом одной из интернет-площадок. Тот уверил покупателя вещь оригинал и в подтверждение отправил фото бирок производителя. За свой товар потребовал 135 рублей. Однако при получении молодой человек обнаружил подделку. На просьбу вернуть средства поставщик ответил отказом. С целью установления стоимости толстовки проведена товароведческая экспертиза. Судебные эксперты подтвердили, что вещь не является продукцией бренда, о котором заявлял продавец. С учетом имеющихся дефектов внешнего вида, стоимость толстовки составила 65 рублей. Правоохранители установили личность продавца. Им оказался 21-летний житель Гродно. Когда фигурант узнал о серьезности дела, сразу вернул деньги. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям интернет-торговца. Гостеприимный уголок, масштабный праздник и быть на чеку. В республике продолжается проверка боеготовности соединений воинских частей вооруженных сил. Чем заняты бойцы. Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. По итогам года в Беларуси рассчитывают на рост зарплат бюджетников и пенсий на 16 и 15 процентов соответственно. На ряду с плановым повышением базовой ставки введен ряд дополнительных стимулирующих выплат отдельным категориям работников. По оценкам правительства, расходы на финансирование социальной сферы в текущем году превысят 31 миллиард рублей на 4 больше, чем в 2023. В республике продолжается проверка боеготовности соединений воинских частей вооруженных сил. Бойцы сил спецопераций патрулируют территории, дежурят на блокпостах, ведут наземную и воздушную разведку. Учебно-боевые задачи выполняют, используя бронетехнику и беспилотники. Военнослужащие работают в тесном взаимодействии с местными органами власти, пограничниками и МВД. 26 июня в стране пройдут бесплатные консультации для малообеспеченных. Акция приурочена ко Дню образования адвокатуры Беларуси и затронет все территориальные коллегии. Граждане смогут получить юридические советы в области трудового, гражданского, семейного, жилищного и другого права. Подобные встречи проведут 1 октября и 29 ноября по случаю Дня пожилых людей и Дня юриста. С января 2024 безвизом воспользовались более 103 тысяч граждан ЕС, среди которых больше половины литовцы, свыше 33 тысяч латвийцев и без малого 23 тысячи поляков. За все время Беларусь посетила под миллион иностранцев. Государственный пограничный комитет напоминает, безвизовый режим продлен до конца года. Славянский базар «Витебский» примет более 5000 аккредитованных участников. Представители свыше 30 стран посетят фестиваль. Темами масштабного праздника станут 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Год качества – 50-летие легендарного музыкального коллектива «Сябры». Торжество продлится с 9 по 15 июля. Подарок для спасения других. В Бобруйской станции скорой и неотложной помощи – пополнение. Учреждению подарили два новых авто. Свеженькие кареты 24 июня прибыли в город. Автомобили класса «Б» отечественного производства «Маску Пава» были презентованы Банком развития. В машине установлены приемные устройства с тележкой-каталкой, система кислородной разводки, шкаф для баллонов, три кресла, два из них поворотные. Медработники по достоинству оценили комфорт, качество и улучшенное оборудование. Это новый автомобиль. Это комфортно и создает условия труда для наших медицинских работников. Салон автомобиля очень просторный, комфортный, что позволяет нашим медикам работать свободно в салоне автомобиля, оказывать неотложенную экстренную помощь в салоне автомобиля, вставать в полный рост. В конце 2023-го, напомним, в Бобруйск прибыло 4 новых автомобиля скорой медицинской помощи. Но это не предел. В ближайшем будущем ожидается расширение парка. Всего на станции 19 бригад, которые обслуживают город и ближайшие районы. Курс на победу. Со всех уголков республики гремят новости о стабальниках. Радостная весть и в Бобруйске. 400 баллов у выпускницы 27-й школы. О достижении максимума, планах на будущее и успехи Юлия Вернер. Талантливый человек талантлив во всем. Уже бывшая школьница Дарья Голомака – абсолютная рекордсменка. 100 баллов по русскому, английскому, математике. Плюс твердая десятка в аттестате равно блестящий результат. Цель – экономический факультет БГУ. В первом классе я себе дала обещание, что буду всю жизнь учиться на одни десятки, чтобы родители мной гордились, чтобы сама за себя была горда. Ну и, видимо, выполнила обещание. Иногда, понятно, была лень, где-то очень уставала, но где-то прям появлялась и мотивация какая-то заниматься, и я старалась эту мотивацию ловить в свои руки и заниматься побольше. Моя профессия может задействовать разные сферы жизни, и я смогу не только найти себя в этой профессии, но и помогать каким-то другим людям, возможно, где-то своим родителям помочь материально или морально. И мне доставляет это удовольствие. Главный лайфхак – успешной подготовки, по словам девушки, побольше отдыха и поменьше тревоги. Именно такие простые вещи наряду с упорной работой и поддержкой родных и близких помогут преодолеть все трудности. Значимую роль сыграли и учителя. Наставники давали знания, направляли и подставляли плечо в трудную минуту. На уроках Даша всегда была внимательным учеником. Она умела не только слушать, но и слышать учителя. Она глубоко отвечала на те вопросы, которые задавал учитель. Это действительно интересный человек, который имеет свой уникальный, удивительный мир. По пути успеха. 27-я школа в завершившемся учебном году – рекордсмен. Учреждение образования выпустило во взрослую жизнь 9 стобальников. Отличились ребята по языкам – русскому, белорусскому, английскому и немецкому. В лидерах и точная наука. Всего в городе 300 баллов. Результат 2С и аттестата имеют три человека. Она такая необыкновенная, настолько воспитанная, настолько интеллигентная. Умничка. Мы гордимся этим и понимаем, что здесь огромный труд самой Даши, плюс труд наших педагогов и, конечно же, родителей, которые воспитали такую замечательную девочку. Уникален ее результат еще тем, что она получила 100 баллов по математике и 100 баллов по русскому и английскому языкам. То есть эта девочка и физик, и лирик, и математик. Училась она в профильной группе с изучением физики и математики на повышенном уровне. И, наверное, учеба в профильных классах, в профильных группах на третьей ступени общего среднего образования дает такой положительный результат. Я очень сильно люблю своих близких за то, что они никогда не отворачивались от меня и не ценили меня именно за результаты какие-то, за числа, за оценки, а видели во мне личность. Возможно, это и помогло мне добиться результата. В 2024-м родные стены школ в Беларуси покинули 55 тысяч 11-ти классников. Будущее – медики, юристы, педагоги. Впереди новое свершение и полное достижение и ярких красок будущее. Чтобы дойти до цели, многого не требуется. Главное – продолжать движение вперед. Юлия Вернер, Максим Калинин, Бобруйск, 360. На теплом песке в Бобруйске завершили соревнования по пляжному волейболу, приуроченные к 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Организатор – завод тракторных деталей и агрегатов. На протяжении трех дней волейболисты со всей страны состязались на пляже у санатория Ленина. В атмосферу окунулись 23 мужские и 18 женских команд. В последний день соревнований определились победители. Восхождение на высшую ступень пьедестала праздновали девушки из ОАО «Белорусский металлургический завод». Среди сильного пола золотом отметились представители филиала «Бобруйск-газ». И я, и все присутствующие на протяжении всех дней турнира, всех дней соревнований оценивают, как именно турнир, который сделан и проведен на высоком уровне. Все болельщики получили массу удовольствия. Поддержка была неимоверная. Справедливое судейство. Плюс яркий волейбол и красивая игра. Уровень турнира потрясающий. Такая атмосфера, классные площадки, все сделали. Организация, душевые, питание. Было на высоте. Мы уже участвовали и в республиканских соревнованиях, и даже на международных. Но здесь уровень был превыше всего. Первый день завершился большим праздником. На берегу Березины развернулся летний Open Air. Спортсмены, болельщики, горожане смогли весело провести время в кругу лучших диджеев Бобруйска. За вайп отвечал Zephyr FM. Песни хорошие. Мне нравится. Я вчера отдыхала на пляже. Мне рассказали об этой вечеринке. Мы вот с ребенком приехали. Турнир уже стал традиционным. В этом году он проводится второй раз. Организаторы уверяют, соревнования по пляжному волейболу с таким обилием разнообразных площадок можно ждать и в будущем. В преддверии 637-летия города на Березине телеканал «Бобруйск-360» подготовил специальный историко-культурный проект «Старый город». Экскурс к дому номер 71, что по улице Карла Маркса. Деньги в долг на строительство каменного дома. И какую роль в революционном движении сыграл клуб «Рабочий и солдат». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok